Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – Исповедание апостола Петра, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 60 по 71 стихи. Исповедание святого апостола Петра в Евангелии от Иоанна прозвучало в контексте беседы Господа Иисуса Христа с учениками, которая состоялась после речи Христа в Капернаумской синагоге. После той самой речи, где Господь назвал себя «хлебом, сошедшим с небес». После той самой речи, в которой Господь сказал «едущую мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». Что же произошло после того, как Христос закончил свою речь перед иудеями? В конце 6 главы Евангелия от Иоанна, 60 стих. «Многие из учеников Его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слышать?» Если мы обратимся к греческому тексту, там еще более интересное выражение. «Жесткое какое слово» стоит греческий термин «склероз». Склероз – это сухой, жесткий, а в данном контексте трудный для понимания, трудный для усвоения. Какие тяжелые, непонятные, неудобоносимые слова, говорит наш учитель. Конечно, речь идет о разных учениках. Здесь прежде всего имеются в виду ученики в общем смысле, не 12 ближайших, но те, которые, кроме 12, также следовали за Господом и также слышали Его речь в Капернаумской синагоге. «Итак, для них Его слова о себе самом, как хлебе, сошедшем с небес, оказались жесткими и непонятными». 61 стих. «Но Иисус, зная сам в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас?» Следует обратить внимание на замечание святого апостола Иоанна Богослова «Иисус, зная сам в себе». Здесь евангелист подчеркивает, что Христос, как воплотившийся Бог, является сердцеведцем. Он не нуждается в том, чтобы кто-то подошел и сказал ему, «Вот там и там о тебе говорят то-то и то-то». Господь сам знает, знает сам в себе, потому что Он всеведущий то, что о нем говорили Его ученики. А лучше сказать, что о Его словах о хлебе небесном сказали те ученики, которые уже на грани отпадения. Поэтому-то Он их и спрашивает, «Это ли соблазняет вас?» Здесь мы встречаем очень важный для Священного Писания Нового Завета глаголом «соблазнять» или «соблазняться» и соответствующим существительным «соблазн». В греческом тексте стоят глагол «скандализо» и существительное, если речь идет о существительном, «скандалон». Нам с вами это слово хорошо известно по русскому слову «скандал», но в греческом языке и особенно в греческом языке Нового Завета эти термины имеют не значение русского слова «скандал», а имеют немножко другой смысл. Эти термины указывают на что-то, что является препятствием в вере или на что-то, что может послужить даже крушением веры. Поэтому, когда Господь говорит, «Это ли соблазняет вас?» Он имеет в виду, «Это ли является причиной утраты вами веры?» 62 стих. Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, вы удивляетесь тому, что я сказал, и считаете, что эти слова неприемлемы, но вам предстоит увидеть то, как Сын Человеческий восходит туда, а именно на небо. Христос говорит о Своем Вознесении после Воскресения, когда Сын Человеческий войдет туда на небо, где Он и был прежде. Получится, что если ваше духовное состояние не позволяет вам сейчас принять мои слова, то это же духовное состояние не позволит вам должным, правильным образом отнестись даже к самому чуду восхождения на небо. «Чудо будет, а вот веры вашей не будет». 63 стих. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Господь Иисус Христос здесь говорит о духе и плоти, но в этой ситуации здесь уже плоть – это не его плоть, которой необходимо причаститься, которую необходимо вкушать. Здесь уже, когда он противопоставляет духу плоть, речь идет о духовной жизни и о плотской жизни. «Вам препятствует принять мои слова то, что вы живете по плоти». Вот таков смысл этого изречения Господа. Слова, которые говорю я вам в греческом тексте, немножко иначе – речи, которые я вам возвестил. И здесь мы опять встречаемся со специфической, но очень интересной и важной для священного писания Нового Завета терминологией. Стоит греческий глагол «ла-лео». «Ла-лео» изначально указывал на детский лепет «ла-ла-ла», «ла-ла-ла». Поэтому первоначальное значение этого слова в греческом языке было говорить что-то не совсем важное, какие-то пустые вещи. Однако постепенно этот же глагол стал указывать на игру на музыкальном инструменте перед публикой, а после этого он стал обозначать человека, который публично выступает и его внимательно слушают, точно так же, как слушают музыканта. Поэтому данный глагол стал означать что-то важное возвещать. Таким образом, когда мы читаем священное писание Нового Завета, ни в коем случае нельзя в данном контексте использовать первичный смысл данного глагола, но обязательно подставлять значение «возвещать». Те речи, которые я возвестил вам, являются духом и жизнью. То есть то, что вы не можете принять, живя по плоти, на самом деле есть истинный дух и истинная жизнь. 64 стих. «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суд неверующий и кто предаст его». Господь указывает в целом на то, что среди учеников есть неверующие, но следующие за ним по разным причинам. Однако он указывает на неверующих, но при этом Иоанн Богослов говорит, что кроме того, что есть неверующие, из числа этих неверующих есть и тот, кто его в конце концов предаст. 65 стих. «И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Христос напоминает, что прийти к Нему, ко Господу Иисусу Христу, возможно только тогда, когда привлечет Отец. А это возможно, если человек пожелает исполнять волю Божию. Об этом Господь скажет и спустя несколько стихов. 66 стих. «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». В греческом тексте имеется очень интересный оборот. «Многие из учеников Его пошли назад и уже не ходили с Ним». Святитель Иоанн Златоуст указывает, объясняя вот эту оригинальную фразу, что если человек не следует за Господом Иисусом Христом, он не просто отходит, как переведено в нашем синодальном переводе, а получается, он начинает идти вспять. То есть, если не расти в духовной жизни, если не идти к Богу, невозможно занимать какое-то промежуточное положение между небом и землей. Если ты не стремишься к небу, ты неизбежно будешь притянут землей. Если ты не идешь к Богу, ты неизбежно будешь идти вспять к его противнику, к падшему ангелу, к дьяволу, к бесам и волей-неволей подпадать под их власть. С этого времени, после данной беседы в Капернаумской синагоге, многие из учеников его отошли вспять и уже не ходили с ним. Итак, те ученики, которые не были с числа 12, отходят и перестают быть вместе с учителем. 67 стих. Тогда Иисус сказал 12. «Не хотите ли и вы отойти?» По-гречески «не желаете ли и вы уйти?» Господь Иисус Христос задает вопрос для того, чтобы обнаружить намерение учеников, а через это обнаружение доброго намерения укрепить их в этом добром намерении. 68 стих. Симон Петер отвечал ему «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». 68-69 стихи 6 главы Евангелия от Иоанна представляет собой исповедование апостола Петра, именно имеющееся в Евангелии от Иоанна исповедание, которое прозвучало в Капернауме. Первая часть этого исповедания – слова Симона Петра. «Господи, кому нам идти?» Он имеет в виду «нам больше некому идти, мы можем идти только к Тебе». То есть следуя за Тобой, мы идем к Тебе. Очень хорошая формулировка у апостола Петра, потому что ученики, когда следуют за учителем, они не только что-то от него принимают, не только ему подражают, но общаясь с ним, они, конечно, поднимаются до его уровня. Поэтому апостол Петр говорит, «нам больше некуда идти, ты имеешь глаголы «вечной жизни». По-гречески «у тебя есть ли ты имеешь речения, слова римота жизни вечной». Подчеркивает, что они, 12, воспринимают речи Господа Иисуса Христа не как нечто жесткое, тяжелое, неудобоваримое, но то же самое, что для других учеников было жестким, тяжелым, неудобоваримым, для них речение жизни вечной. 69 стих. «И мы уверовали и познали, что ты, Христос, Сын Бога Живаго». Вот эта вторая часть является основной частью исповедания святого апостола Петра, как оно звучит в Евангелии от Иоанна. Однако в древних рукописях имеются три варианта прочтения этого стиха, его последней части. Первый вариант, представленный на данном переводе, является тем вариантом, который имеется в византийском типе текста. Однако самая древняя рукопись, в которой имеется этот вариант, это рукопись VI века по Рождестве Христовым, так называемый Петербургский Пурпурный кодекс, то есть рукопись на пергамене, представляющая собой кодекс, которая датируется VI веком. Но в древних манускриптах есть и другие варианты разночтения данного стиха. Имеются два наиболее древних разночтения, одно из которых содержится в папирусе номер 66, он датируется 200-м годом, и в папирусе, второй содержится в папирусе номер 75, и он датируется тоже примерно 200-м годом. В папирусе 75 имеется очень краткая фраза А вот в папирусе номер 66 фраза более пространная Итак, мы имеем три варианта, три разночтения. Полное, ты Христос, сын Бога Живаго, наиболее краткая, ты святый и Божий, и средняя по величине, ты конкретный Христос, потому что О определенный артикль указывает на конкретную личность, ты тот самый Христос, ты святый и Божий. Какое из этих трех разночтений выбрать? Современные специалисты, исследователи склоняются к справедливому мнению о том, что наиболее пространное изречение, которое сохранилось в Пурпурном кодексе и вошло в синодальный перевод, является достаточно поздней редактурой кого-то из византийских переписчиков, кто взял фразу из Евангелия от Матфея, 16 глава, 16 стих, где апостол Петр исповедует Иисуса Христа в Кесарии Филипповой и говорит, ты Христос, сын Бога живаго. И вот эту фразу поместили в Евангелие от Иоанна. Однако, судя по реакции Господа Иисуса Христа там, в Евангелии от Матфея, в Кесарии Филипповой, именно там и прозвучала эта фраза, потому что в ответ на эти слова апостола Петра Господь Иисус Христос говорит ему, не кровь или плоть, то есть не люди, открыли тебе это, но Отец Небесный. Здесь же, в Капернауме, ничего подобного Господь не произносит. Поэтому, учитывая позднюю датировку для тех рукописей, которые сохранили данную фразу, а эти рукописи не ранее 6 века, следует рассмотреть два оставшихся варианта. Либо «Ты святый Божий», либо «Ты Христос святый Божий». Для того, чтобы выбрать предпочтительное разночтение, имеет смысл обратиться к беседам святителя Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна. В соответствующей беседе, где святитель рассматривает этот стих, он говорит о том, что святой апостол Петр от имени учеников назвал Господа Иисуса Христом. Поэтому, исходя из того, что святитель Иоанн имел перед собой текст «Ты Христос святый Божий», имеет смысл в качестве предпочтительного разночтения выбрать именно этот вариант. Тогда получается, что святой апостол Петр в 69 стихе говорит, «Мы уверовали и познали», то есть вслед за нашей верой пришло и знание, что «Ты Христос святый Божий». В пользу выбора этого чтения можно указать и то, что дальше Господь, отвечая на данное исповедование святого апостола Петра, скажет о том, что один из 12 дьявол. То есть на утверждение апостола, что «Ты святый», он скажет, «А вот среди вас есть настолько падший, настолько грешный, которого даже можно условно, символически назвать дьяволом». Вот это вот исповедование апостола Петра, оно является ответом в данной конкретной ситуации. Здесь апостол Петр, говоря «Ты Христос святый Божий», говорит то общее мнение, которое уже известно ученикам, которое уже выразил в свое время Нафанайл, когда сказал «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Но еще не пришло время для того, чтобы исповедовать Христа сыном Бога Живаго, потому что это исповедание прозвучит чуть позже из уст апостола Петра в Кесарии Филипповой и будет описано в Евангелии от Матфея. И святитель Иоанн Златоуст так и говорит, а вот о Христе, как о сыне Бога Живаго, святой апостол Петр скажет позже в Кесарии Филипповой. Получается, что смысл исповедания апостола Петра как оно звучит в Капернауме и изложено в Евангелии от Иоанна, таков. Если те ученики говорят, что твои слова неудобно симы и тяжелы, для нас это слова жизни вечной. Если они отходят от тебя, мы же исповедуем тебя Христом и Святым Божиим. Семидесятый стих. Иисус отвечал им, не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол. Подчеркивает, что те ученики, которые перестали за ним следовать, пошли вспять, не были им лично избраны. А вот эти вот ученики, двенадцать, это особые. И он, Христос Святый Божий избрал их, но их воля такова, что одиннадцать верны, а один из них дьявол. Символически сравнивать с дьяволом, дабы показать, что действие этого человека будет исполнением воли и желания дьявола. Семидесят первый стих. Это говорил он об Иуде Симонове из Кариоте, ибо этот хотел предать его, будучи один из двенадцати. Евангелист Иоанн показывает, что речь шла о Иуде из Кариоте, но Господь Иисус Христос как сердцеведец, видит, что тот колеблется, у того уже возникает желание предать учителя. И вот сейчас, в этот момент, Господь и показывает на этого предателя, и в то же время не называет его имя, то есть тот, кто хочет предать, понимает, а остальные ученики не знают, о ком идет речь. Тем самым Господь пытается Иуде Искариотскому показать, что есть еще возможность остановиться, я знаю твое намерение, но ведь от лица всех вас двенадцати апостол Петр исповедует меня и Христом, и Святым Божиим. Однако, как мы с вами знаем, к сожалению, вот это злое намерение, вот эта воля Иуда Искариотского будет развиваться именно в сторону зла. То есть он чем дальше, тем больше будет утверждаться в этом желании предать учителя. Однако, это предательство учителя не является следствием деятельности самого Господа или, например, учеников, потому что Господь после этой беседы подчеркнул, что двенадцать мыслят его как Христа и как Святого Божия. Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сделать вывод, что если для кого-то или текст освященного Писания, или иногда, знаете, и слова богослужения кажутся жесткими, непонятными, неудобоваримыми, то иногда проблема-то не в Священном Писании и не в богослужении, а проблема в духовном состоянии того человека, который пока еще их не может принять. Поэтому будем ко Господу стремиться, будем просить, дабы слова, которые Он говорит нам, стали для нас истинными глаголами, ведущими в жизнь вечную. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры Продолжение следует...